Плотный поток машин, допустимая скорость по шоссе 90 км в час. Для тысячи жителей села Фонтан эта дорога давно стала дорогой риска. С той стороны с города выезжают маршрутки, люди везут, останавливались около заправки. Люди по проезжей части перебирали дорогу. Не один раз люди издевали машину. Вот уже полгода водители автобусов, чтобы не получить штраф за остановку в неположенном месте, просто проезжают село. Здесь нет ни пешеходных переходов, ни остановок. Водители маршруток редко останавливали здесь. Но после установки видеокамер наблюдения и вовсе перестали реагировать на требования пассажиров. Ближайшая остановка – автостанция западная. Идти до нее более километра. Жители просят установить остановку на въезде в село, но в администрации разводят руками. К сожалению, она к нам не относится. Мы даже не можем отремонтировать. Вот в чем суть. Мы бы уже вложили в нее деньги. И установку павильона. Мы можем только с ходатайством в службе автомобильных дорог обратиться. Выделить земельный участок. Это вопрос технически недельный. Ситуацию могла бы исправить 78-я маршрутка. Она единственная заезжает в это село. Вот только попасть на рейс крайне сложно. Из 12 автобусов на маршруте только половина. На предприятии недостаток водителей, поэтому не все автобусы выходят в соответствии с предусмотренным количеством на маршрут. Поэтому возникают проблемы. Продлевать маршрут других автобусов до села Фонтаны в управлении транспорта считают нерентабельно. Пока смысла нет. Я считаю, что запускать сюда еще один маршрут, он будет просто экономически нецелесообразен. За помощью жители села обратились в Госкомнац. По словам Ленура Абдураманова, проблема вполне решаема. В понедельник должна быть у нас сводная информация. И, конечно, на следующей неделе, на пятницу, на 12 апреля, мы назначили рабочее совещание уже с выработкой дорожной карты по решению озвученных местным населением проблем. Остановочные комплексы по обе стороны дороги и пешеходные переходы должны согласовать в Минтрансе Крыма. Люди надеются, что к этому времени и маршрутки будут курсировать по графику. По теме Сейдометова, Аким Бекиров, телеканал Милет.